В Карачаево-Черкесии 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 Утро понедельника в Индустрианно-технологическом колледже традиционно началось с торжественной линейки церемонии поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Взрослые разговоры о мире. Тема этой недели – традиционного патриотического мероприятия. Почётными гостями торжественной линейки стали артисты из Луганской области. Руководитель колледжа Ахмат Байрамуков открыл актуальную беседу. Рассказал, какую помощь в поддержке СВО оказывали студенты и весь коллектив учебного заведения. Артист, преподаватель, наставник по вокалу Луганской государственной академии Игорь Колосов с первых дней на передовой. В конце лета вновь воссоединился с коллективом. Цель одна – поддержать боевой дух. Старались, мы боролись за нашу землю. Об этом, знаете, сложно говорить. Но мы устояли и продолжаем бороться. И плечом к плечу с нашими братьями из Российской Федерации мы отстаивали и отстаиваем свои интересы. Мы сейчас служим, ну, немножко в другом направлении, но тем не менее, да, служим. В адрес гостей со стороны студентов было направлено множество вопросов. Интересовало буквально все. Начиная от репертуара артистов, педагогической деятельности до личных интересов. Трогательно взволнованной и с грустью, но в то же время с гордостью рассказывали артисты и молодежи о своей жизни и переживаниях. Такие же молоденькие паренечки, худенькие, стройные девчата. Она еще автомат этот не может удержать, он такой тяжелый или паренек. А он уже воюет, он уже, а его уже нет. Не дай бог, почему я говорю, что каждый на своем месте сейчас. Мы как артисты, да, мы тоже сражаемся. Пока мы едины, мы непобедимы. Ребята, я точно это знаю. Интересная и трогательная беседа, говорит впечатленная студентка колледжа Александра Овчаренко. Дети, которые выросли в подвалах, и это действительно было страшно ее слушать. Саша, какие чувства у тебя оставила эта встреча? Ну, я не могу точно сказать. Это, наверное, какие-то переживания за чужих людей. Это какое-то счастье за то, что у них получилось вырваться из этого кошмара. И это, наверное, все-таки гордость за то, что теперь у Российской Федерации есть такие замечательные люди. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесии состоялась церемония награждения медалью Ислама Крымшамхалова за заслуги в развитии национальной культуры. Приурочили мероприятие ко дню рождения великого просветителя. Участвовали выдающиеся представители творческой и научной интеллигенции карачаево-балкарского народа. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Крымшамхаловские чтения прошли в Карачаево-Черкесии в день рождения просветителя Ислама Крымшамхалова. Их учредили 10 лет назад. Ученые говорят, эти чтения связующие звено между прошлым и будущим. Перед началом мероприятия собравшиеся говорили о жизни и творчестве первого просветителя карачаевского народа, известного общественного деятеля, поэта, художника и философа. Стартовали чтения с награждения лауреатов премии Крымшамхалова. Медаль Ислама Крымшамхалова была присуждена в пяти номинациях, среди которых искусство, литература, наука, экономика, общественная деятельность. В номинации искусства сразу три лауреата. За успешный опыт сопоставления образов героя фронта и героя тыла в документальном кино, диалоге фильмов «Подвиг незримый» и «О моем отце» наградили Арипуса Банчиву, журналисты и театроведы из Кабардино-Балкарии. За крупный вклад в развитие национального коневодства награждена Ассоциация поддержки и развития карачаевской породы лошадей «Карачайхорс». За успешную реализацию в прошлом году проектов развития карачаевского театра, первого спектакля для глухих и первой школы театрального искусства для глухих награжден актер и режиссер Карча Мамчуев. Так лауреатами медали в номинации «Литература» стали сразу два деятеля науки. За успешное освещение темы роли творческой личности отметили книгу «Рамазан Геляев» «В жизни и на сцене» наградили журналистой театроведа Сеа Циракуеву из КБР. А известного литератора и журналиста Шахризу Богатыреву наградили за успешное завершение цикла изданий художественных произведений, которые вносят огромный вклад в становление карачаево-балкарской школы литературного перевода. «Пишу я на русском, перевожу на русский и больше, чем с карачаевского, перевожу с испанского и со шведского. И я стараюсь, чтобы я карачаевка была, чтобы благодаря мне карачаевке мой народ был известен во всем мире, поэтому мои книги идут по миру». Номинации «Наука за успешное завершение цикла исследований по актуальным темам истории и этнографии» награжден посмертно научный деятель и писатель Назир Будаев. За существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии награждена исследователь-языковед Фатима Теркенова. «Счастье, когда твой труд признается твоим народом, когда ты служишь своему народу, любишь свой народ и готова отдать жизнь за свой язык, за культуру, за его сохранение. И сегодня достойная мне медаль – это признание моих заслуг, моих работ, моих книг». Номинация «Общественная деятельность за образец приоритета в обеспечении региональной системы лечебной реабилитации детей» награждена меценат доктора экономических наук Тамара Капушева. Все лауреаты получили по праву заслуженные награды. Собравшиеся сошлись в едином мнении, что такие мероприятия важны и нужны для развития карачаево-балкарского языка и культуры. Альбина Курочинова-Кенжева, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкисия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите интервью министра по делам молодежи Ибрагима Татаркулова. С ним встретился Алихан Лепшоков. Продолжение следует... Продолжение следует...